Продолжение следует... Основную идею — это потеря баланса, внутреннего ощущения баланса, либо социального, либо психологического, либо и психологического, и социального. И это воздействие достаточно продолжительное. Кризисы могут быть, возрастные кризисы, кризисы, связанные с утратой потери чего-либо важного, кризисы в профессиональной деятельности, кризисы в семейной жизни. Жизнь человека связана с чередой кризисов, и кризисы — это нормальное явление жизни человека. И сегодня как раз психологи, специалисты разных психологических направлений выскажут свои точки зрения, поделятся мнениями, техниками, методиками по преодолению кризисных состояний, разных кризисных состояний и по выходу из кризисов. У нас сейчас в гостях Денис Лунёв. Он не является в данный момент сотрудником нашего центра эгалюции. Также у нас ведущая, одна из ведущих — это Евгения, которая является сотрудником и расскажет о себе. Евгения, вам слово. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Евгения Котелина. Я психолог, аромапсихолог, песочный терапевт. И в центре эгалюции принимаю по большей части как песочный терапевт. И в перспективе как аромапсихолог. И я хотела как раз, как аромапсихолог сегодня, для начала, рассказать, что может помочь человеку преодолеть какие-то такие состояния, не очень комфортные, может быть, да, когда он проходит какой-либо свой кризис, да, нормативный или ненормативный. Это мы сейчас еще попозже рассмотрим, эти вещи. Вот как-то захотелось зайти сначала в ресурс. Что может помочь? Я расскажу о тех ресурсах аромапсихологии, которые могут помочь преодолеть кризис и преодолеть реакцию стресса, которая развивается в кризис, да. И первый признак, что вы уже одной ногой там, это такая повышенная тревожность, когда какая-то такая, она как комариный зуд такой зудит, либо она фоновая постоянно, либо она приступами какими-то, и которые не всегда есть, ну, конкретное какое-то объяснение у вас внутри. Вот она какая-то такая странная, эта тревожность, и если вы там себя застукали, то вам очень хорошо поможет на этой стадии, например, аромалампа с розмарином, там, эскалиптом, чайным деревом. Эти эфирные масла помогут собраться, как-то сосредоточиться, почувствовать вот почву под ногами, заземлиться, и как-то вообще сообразить, что происходит. Потому что кризис – это всегда как смена ситуации, причем такая достаточно глобальная, либо если, допустим, о семейных кризисах мы говорим, да, то, ну, это самое первое, вот что это, женить бы или выход замуж, да, то есть это такая глобальная смена своей социальной роли, такой своего статуса, и в связи с этим пересмотр каких-то ценностей начинается, и на этом этапе человек может как-то вот задуматься, да, задуматься, затревожиться там немножко, что же, как же там, что по-другому, да, то есть он должен сменить себя незамужнего, незамужнего, там, неженатого, и на уже вот супруга, внутри, да, почувствовать себя по-другому, то есть одно «я» меняется на другое «я», и тогда вот эти масла помогут очень, в аромолампе они хороши очень, еще мята поможет, если сердечный ритм, допустим, как-то мешает хорошенько подумать, она может выровнять сердечный ритм. Вот дальнейшая такая, ну, следующая стадия, точнее, это такая уже адаптация к новым условиям, когда уже человек начинает как-то изменять свои, ну, реакции, скажем, свои взгляды какие-то, да, на новую ситуацию как-то, подстраиваться, подстраиваться под новую ситуацию, то есть адаптироваться, да, и на этой стадии очень хороши такие адаптогены, как сосна и ель, например, если еще сочетать с лимоном, который тоже отличный адаптоген, то такой получается прекрасный аромат, как будто вы находитесь где-то в Крыму, в сосновом лесу, и этот аромат, он воздействует через вот лимбическую систему таким образом, что получается такое состояние надежности какой-то и безопасности. Это вот через такую копилку коллективного, что ли, бессознательного, да, вот там есть такие образы вот этих хвойных лесов, поэтому они прекрасно адаптируют. Благодарю, Евгения. Давайте теперь перейдем к Денису. Денис, представьтесь. Да, добрый вечер. Меня зовут Денис Лунев. Я в основном работаю как транзактный аналитик или выступаю иногда в качестве психодрамотерапевта, использую очень разные схемы, но в общем я себя позиционирую как достаточно такой классический психолог. И вот с точки зрения такой обыденной классической психологии, кризис — это как раз такой способ, в котором мы можем себя обнаружить. И кризис — это не то место, где мы себя теряем, а то, где мы себя обнаруживаем в своей подлинной сущности. Наша обыденная жизнь, когда у нас день за днём, час за часом на нас нависают всевозможные события, где мы идём не только к своим целям и к чужим целям, где вокруг нас есть какие-то долги и обязательства, кризис всё это рушит. И внутри кризиса мы сталкиваемся со своими подлинными желаниями, со своим подлинным сущностным «я», и порой нам это не всегда очень легко принять. Когда обыденный и привычный нам способ существования сталкивается с ключевым сущностным вопросом. И первое, что нужно спросить себя в кризисе, — это спросить, вот теперь, когда всё это случилось, теперь, когда со мной всё это произошло, вот какой результат развития этих событий будет для меня наилучшим? Действительно, наш мозг многослойный, и у нас есть такие древние образования, с которыми мы контактируем через запахи, через ощущения. Следующий слой — это вот такие эмоции, там, где мы спонтанно реагируем эмоционально на то или иное событие. И есть неопортекс, это вот такое самое свежее приобретение головного мозга, там, где мы принимаем решения, там, где мы сдачу в магазине считаем. И вот если взять аналогию возрастные кризисы, или раз в год, или наоборот, выход замуж, там, где мы отказываемся от какого-то предыдущего состояния и попадаем в новое. Вот неокортекс считает прибылью, будет кем-то, что я потеряю, что я приобрету. Эмоции чувствует, а вот оно моё или не моё, то, что у меня новое, другое мне состояние. Ну и тело наше тут реагирует на новое, вступает в реакцию с этой новой изменённой схемой жизни. Вот это такой очень простой, банальный вопрос. Как вот я хочу, чтобы это всё закончилось? Вот теперь, когда это уже случилось, какой вариант выхода из этой ситуации для меня будет идеальным? Вот для меня. В какой ситуации я бы хотел бы оказаться после того, как процесс перемен завершится, после того, как кризисные явления пройдут? Если у вас есть ответ на этот вопрос, уже полдела сделано. Но именно вот в этот момент начинается психологическое консультирование, в этот момент начинается психотерапия и, в общем, такой поиск контакта с самим собой. И вот хочется у вас, дорогие участники, в общем, уже тоже начать спрашивать, помните ли вы такую ситуацию, когда вы попали и были дезориентированы вот этими кризисными явлениями. Удаётся ли вот в этот момент однозначно понять, а я-то чего хочу в этой ситуации? Если не считать возврата к прошлому. Не хочу, чтобы было... Понятно, что у нас у всех есть такая автоматическая реакция. Хочу, чтобы было как раньше. Хочу вернуться назад. Уже всё, это уже случилось, это уже произошло. Вот в этой новой ситуации удавалось ли вам найти быстрый или легко ответ на вопрос. А чего я теперь хочу теперь? Какой вариант развития событий для меня будет наилучшим? Благодарю, Денис. Сейчас мы ждём, возможно, кто-либо из присутствующих нам ответит на заданный вопрос. У нас есть 10 зрителей. Пока молчат. Нам уже написали комментарий, очень интересно, надо попробовать. Да, рекомендуем попробовать, конечно же. Наверное, затруднённо было найти ответ. Да, мне кажется, это нормально. То есть в состоянии кризиса человек сосредоточен на какой-то одной проблеме. То есть поле восприятия сужается. И очень сложно смотреть на ситуацию в перспективе. То есть что же дальше? Ну вот такая особенность психики происходит, что концентрация происходит именно на травмирующей ситуации, и все мысли крутятся вокруг неё. Поэтому это совершенно нормальное состояние затруднённого поиска ответа. Для этого и нужен как раз-таки психолог и психологические консультации. Иногда это может быть даже физиологическое переживание. Это может быть даже физическая боль. Особенно это связано либо с потерями, либо даже если мы теряем и расстаёмся с ожиданиями. Это уже на теле может быть реакция. И, конечно, в этой ситуации думать о чём-то, и тем более думать на перспективу, очень затруднительно. Да, ещё надо сказать, что когда начинается вот этот период такой, то обычно вот эта тревожность такая, она даёт понижение иммунитета. И в связи с этим человек легче как бы подхватывает какие-то такие вот простуды, какие-то вирусы, которые раньше бы он, допустим, ни за что не подхватил. Но здесь вот есть такая опасность. И тогда мы в целом как бы плюс все переживания, тогда мы можем говорить о том, что можно уйти как бы вот в переживание этих перемен, этого кризиса, этой ситуации на теле. То есть уход в болезнь такой происходит. Я как аромапсихолог всё о своём. Что вот те эфирные масла, которые я называла, эвкалипт, чайное дерево, они не только помогут как бы сосредоточиться и увидеть вот хорошее какое-то решение, хороший выход, да, а ещё и укрепить иммунитет и искать как бы выходы вот не через тело, а вот через как-то понимание, через прослушивание ситуации, не болеть как бы в начале этого. Да, благодарю, Евгения. Я немного к себе перейду. Меня зовут Анна Лапина. Я психофизиолог, арт-терапевт, психолог-консультант. И я бы хотела именно сосредоточиться, да, на процессах физиологических, которые происходят при кризисе. Любой кризис — это стресс. И наш организм реагирует на психологические или реальные угрозы одинаково с реакцией стресса. И как раз-таки снижение иммунитета, снижение переносимости вирусов, бактерий и так далее. Какие-то болезни возникают, обостряются хронические заболевания именно из-за дисбаланса гормонального, из-за того, что происходят резкие перестройки организма. И вот здесь важно поймать этот момент, поймать момент, когда реакция не зайдёт слишком далеко. То есть пока этот момент ещё можно как-то поддержать, обратиться к специалистам, не запускать до посттравматического стрессового расстройства и до выхода в патологию. Что происходит часто при травме, при кризисе? На что я хочу обратить внимание? Это рассоединение на эмоциональную жизнь, тело само по себе живёт, реальная картина размывается о реальности. Человек может ощущать какие-то изменения в теле вплоть до нарушения карты своего тела. То есть какие-то части тела могут казаться увеличенными, какие-то уменьшенными. Он может периодически переживать вообще чувство отделения от своего тела. И самое главное здесь такой защитный механизм, что тело у нас хранитель большого количества информации. И когда эта информация травмирующая, когда в эту информацию не хочется погружаться, тело и эмоции рассоединяются абсолютно, и происходит такое рассоединение. И для восстановления от стресса, от кризиса важно объединить мозг, эмоции и тело. То есть все эти этажи важно объединить. И я как арт-терапевт применяю именно арт-терапевтические методики в этом плане, так как арт-терапия, она работает на нескольких этажах сразу. Это и кинестетический этаж, то есть это взаимодействие со своими кожными ощущениями, это работа через тело, через образ своего тела, телесно-ориентированная арт-терапия. Это и эмоциональные процессы, причём эмоциональные процессы в арт-терапии могут проживаться достаточно безопасно, так как разговаривать о своей травме, о своём эмоциональном опыте мы можем через посредство какой-то изобразительной деятельности. То есть здесь мы можем говорить уже не о себе, не о своём опыте, а рассказывать о своём объекте, о каком-то творчестве, которое мы создали, и смотреть на это немного через себя, и как будто не о себе. Но потом следующий шаг — это обязательно присваивание своего эмоционального опыта себе. И кроме того, что это кинестезия, кинестетика через ощущения, через мышцы, через тело, это ещё через эмоциональный этаж и через этаж дженнеокортекса, то есть это перевод чувств в слова, это перевод своих ощущений в слова, и это присваивание своего опыта себе и проживание его. То есть основная проблема, которая вызывает как раз-таки посттравматические стрессовые расстройства и нарушения после пережитого стресса или кризиса, это то, что человек вообще не хочет сталкиваться с какими-то эмоциональными своими переживаниями, он хочет побыстрее из этого выйти. То есть один из первых запросов, который я слышу, как выйти, как закончить, как перестать чувствовать, как дело в том, что вот на этом этапе, когда вы столкнулись с кризисом, не надо стараться переставать чувствовать, тут наоборот нужно как бы погружаться в это состояние и слышать, к чему эти чувства меня призывают, то есть что эти чувства для меня, как я это проживаю. И вот арт-терапия, она подходит для детей, то есть для работы с детьми в кризисных ситуациях, она подходит для работы со взрослыми, которые не в состоянии вербально, то есть словесно как-то рассказать о своих чувствах, о своих эмоциях, о своих состояниях, когда вот эта вот чувственная, эмоциональная информация, она не находит выхода словесного, они не могут это сформулировать и прожить. И когда человек высокоинтеллектуален, то есть он склонен к большому количеству защит, к интеллектуализации, рационализации, избеганию, тогда арт-терапия, она как раз-таки помогает обойти вот эти вот защиты и дойти до вот этого травматического опыта, травматического переживания, присвоить его и соединить его с собой, со своим телом, со своей жизнью и интегрировать его в себя. Благодарю. Так, смотрим комментарии. «Да, мой молодой человек сейчас находится в кризисе, но не может понять, что теперь делать. И, грубо говоря, эго само реализация в жизни и развитии Личности остановилась». А, трудно я понимаю, конечно, как-то написано странно, но, видимо, суть такая, что он находится в кризисе, не понимает, что теперь делать, реализация в жизни остановилась, развитие Личности остановилось. Я понимаю вопрос, что с этим делать. Я правильно понимаю? Это написала Лана Романова. Лана Романова, уточните, пожалуйста, вопрос. Да, я понимаю, что это 29. Пожалуйста, смогли бы вы сформулировать свой вопрос более конкретно. Так, ещё комментарии. «Всё время хочется вернуться в то, как было». Так, «По отделению от тела». Да, в детстве очень часто такое было. Да, хотят узнать, что делать, когда молодой человек в кризисе и развитие Личности остановилось. Что с ним делать? Так, предлагаю обсудить, кто бы тут начать. Я, честно говоря, не стала бы... Ну, как... Молодой человек, взрослый, да, человек. То есть он сам может что-то сделать. Вот он сам может что-то для себя сделать. Если вы ему не мама, ну, даже если вы ему мама, то вы ему могли бы, допустим, показать какие-то, ну, показать, дать информацию, да, но он, человек, должен сам преодолеть вот эта задача, если у него это, допустим, связано там с работой, с какой-то, с каким-то ростом своим, да, то есть с какой-то деятельностью его, может быть, у этого молодого человека, да, то он должен сам найти свои пути. А при этом рядом девушки, допустим, которая его любит, конечно, непросто. И я бы такой девушке, честно говоря, посоветовала заняться собой в этот момент и поддержать себя для того, чтобы молодому человеку, не знаю, то есть помочь ему можно только тем, что, как бы, быть рядом и быть, ну, вот об этом говорить, что я рядом, я вот вижу, что, там, признавать, то есть, да, я вижу, что тебе сложно, там, ну, я рядом. Вот на этом, собственно, и все. Потому что дальше это его будет решение, сколько он там будет находиться, что именно он будет предпринимать, там, что, как он будет проживать, проживать это, какие чувства, да, вот. Тут, как бы, его не возьмешь за ручку и не отведешь, там, либо к психологу, ему не заставишь, там, его изучать какую-то информацию, да. Он должен сам это делать. Вот мой взгляд такой, что в паре женщина в случае, как бы, таком вот, да, что мужчина ушел в кризис, она просто должна быть рядом и об этом, вот, понимать, но должна заботиться о себе очень. То есть, если очень сильно это задевает, то, значит, вопрос тогда, ну, как с какой-то личной своей там жизнью, да, то есть, я имею в виду со своей реализацией, как у этой девушки, вот, да, как ее зовут, вот. Лана Романова. Лана, то есть, как, Лана, как у вас с какой-то жизнью, помимо вот этого молодого человека, то есть, что вы делаете, как, ну, профессионально или учитесь, может быть, да, может, какие-то хобби у вас есть. Вот я бы, как бы, посмотрела туда, да, и посмотрела, как я могу себя поддержать, чтобы мне не было так тяжело, что рядом у меня человек преодолевает свой кризис. Угу, благодарю, Евгения. Лана пишет, я как раз та девушка все время пытаюсь как-то ему помочь, пытаюсь двигать его дальше, направлять в какие-то сферы, но все безрезультатно. Я двигаюсь дальше, работаю, учусь, но что-то новое изучаю. Я могу добавить свой комментарий, что, возможно, молодого человека сейчас в этом плане стоит даже оставить в покое в каком-то смысле. что постоянно двигать его дальше – это, возможно, уже он воспринимает как насилие. Но, как бы, я не сужу, потому что, да, не знаю ситуации, там, из-за чего у него кризис, что с ним происходит, но я по фразе пытаюсь двигать его дальше, немного интерпретирую ее так, что я все-таки намекаю, что давай же двигайся уже, наконец. Денис, что вы добавите? Я отвечу как молодой человек, хотя уже не очень молодой, но мужского пола. Вот я присоединюсь сначала к Евгении, которая сказала, что вот очень важно быть рядом и демонстрировать. Я рядом. Вот несмотря на все, что с тобой происходит, я все равно рядом. И вот еще бы было бы, я был бы очень рад в такой ситуации, помимо того, что рядом, услышать еще такое послание, как я вот, несмотря на все то, что происходит, я вот с тобой даже с таким. Вот, да, сейчас у тебя кризис, но я с тобой. Да, ты сейчас не можешь себя найти, но я все равно тебя, ну, если там про любовь идет речь, то я люблю тебя таким тоже. Я люблю тебя любым. Когда ты был не в кризисе, я тебя любила. И сейчас, когда ты в кризисе, я тоже себя люблю. То тоже тебя люблю. Это вот я уже совсем к Евгении присоединяюсь. Ну да, важно не забывать, что себя я тоже люблю. Помогаю себе. Да. И здесь это, конечно, требует от меня такого определенного ресурса для того, чтобы говорить такие слова, для того, чтобы демонстрировать такую позицию. Я, конечно, должен находиться в ресурсе. Вот. Ну, что, мне кажется, очень важно сказать. Ладно, извините, вы не задавали такого вопроса, но вот мне кажется, это важно сказать, что либо вы его любите, и тогда он хорош таким, какой он есть. Либо вы любите кого-то другого, потому что он вам таким не нравится, и вы хотите его изменить. Само по себе вот это вот желание изменить его, куда-то подвинуть, сделать его лучше. Вот я услышал так, ладно, что вы идете вперед, развиваетесь, чему-то учитесь, там, куда-то растете, а он в кризисе находится. Вот. Такое впечатление, что он вам, такой, какой он есть, он вас не очень устраивает. Вот. Но тогда это нужно себе в этом признаться. Вот нужно себе признаться в том, что вот такой, какой он есть, он меня не очень устраивает. И дальше уже думать, что с этим делать. Потому что вот когда я могу только на свой опыт отталкиваться, когда там моя любимая женщина пытается меня улучшать и совершенствовать, когда она говорит, ты какой-то несовершенный. Вот. Я хочу, чтобы ты стал каким-то более лучшей версией себя. Вот. Ну, я вот, мне тяжело находиться с человеком, рядом с человеком, который считает меня плохим. Понимаете, да? Когда меня хотят улучшить, это значит, они считают, что я плохой, я какой-то несовершенный. Вот. И это не помогает мне преодолеть кризис, а наоборот, это делает преодоление кризиса сложным, если не невозможным. Вот. Извините, если разболтался. Угу. Благодарю, Денис. Так, давайте сейчас немного отвлечемся от Ланы Романовой и перейдем к Ольге Семеновой. Возраст 37-39. Начался повторный момент в жизни. Перестроиться удалось не сразу. Поворотный, момент в жизни, простите, перестроиться удалось не сразу. Наступил полный ступор. Сначала потеря ориентиров. Сейчас спустя год уже немного стало лучше. То есть прошло два года, человек все еще не видит, как оно хотелось бы, чтобы было. То есть до сих пор два года человек в полный ступор, потеря ориентиров. Сейчас спустя год уже немного стало лучше. Да. Можно я начну? Я постараюсь очень коротко. Конечно. Ещё раз, как зовут? Ольга, да? Правильно я слышал? Ольга Семёнова. Ольга, да. Вот, Ольга, смотрите, тут есть такая парадоксальная штука, что если вам тяжело видеть, попробуйте услышать. Если вам тяжело и увидеть, и услышать, попробуйте почувствовать. Если тяжело и увидеть, и услышать, и почувствовать, попробуйте нарисовать. Человек-существо очень сложное, и не всегда привычные нам каналы восприятия дают тот ответ, который мы хотим. Тут важен поиск. Вот, это первая моя такая реакция, да? Вот тут там арт-терапия, тут нам в помощь всеми возможными способами, чего угодно, там танцевать, рисовать, там неважно, там лепить, в песок играть. Вот, песочная терапия не только для детей, кстати. Взрослые тоже отлично играют в песочнице с игрушками. Вот, а вторая идея, да, что вот это правда очень важно почувствовать своё эмоциональное состояние. Вот, вот, увидеть — это не значит понять, это увидеть — это не про голову. Это значит посмотреть в сторону работы, ощутить свои чувства. Вот вы, когда про работу смотрите и думаете, у вас какие переживания? Радость, грусть, тоска или, там, предвкушение или злость. Посмотреть в сторону родителей, родственников, там, вот, ну, посмотреть в разные стороны и, вот, глядя в разную сторону, прислушиваться к себе. Какие эмоции у меня вызывает вот это? Какие переживания у меня вызывает вот это? Когда вы научитесь прислушиваться и доверять своим эмоциям, вам путь и направление движения точно станет более ясным. Может быть, неоднозначно вы там увидите картинку такую ясную, да, там, как фотографию, но направление движения вы точно начнёте чувствовать. Благодарю, Денис. Я бы тоже сказала, что кризис, он такой, немного про, даже, может быть, не немного, а полностью про экзистенциальные какие-то данности. И в кризисе мы конкретно чувствуем вот этот смысл, то есть в чём же смысл наш, то есть что мы сейчас, вот, наша ситуация сейчас есть и на что она нас направляет, то есть как мы на неё отзовёмся, чем мы отзовёмся. И вот здесь важно чувствовать свои внутренние ценности, то есть какие у меня есть ценности, и дальше смотреть, отзываться на то, что мир предлагает, то есть где я могу найти реализацию своим ценностям, то есть на что я могу ответить, как я могу ответить, в чём я могу найти свой смысл. Так, Ольга, прокомментируйте немного. Я ещё немножко добавлю, пока Ольга пишет, может быть, важно ещё сделать такую вещь, просто когда вот человек как бы входит в такой кризис, да, вот он стрессует и тревожится там, потом он начинает адаптироваться, ему обязательно в какой-то момент, когда проходит некоторое время, необходимо пройти такую стадию релаксации, отдых, да, то есть когда он что-то напрягся, преодолел там что-то, и после этого он должен отдохнуть. Вот если человек не даёт себе отдохнуть, или, допустим, он отдыхает, а ситуация пытается, то есть отдохнуть якобы, да, а ситуация не меняется, да, то у него уже тогда начинается такой дистресс, когда такой замкнутый круг, потому что когда он не отдохнул, то у него опять поднимается тревожность. Когда ситуация не изменилась, опять поднимается тревожность. Вот, и вот я очень-очень поддерживаю, что нужно искать как бы пути вот эти, да, понимание себя через чувства, там заходить через тело как-то, через танцы, через воображение, через образы, через ароматы, вот что ближе, да, и искать как бы понимание, и искать, можно на самом деле начать там с каких-то очень-очень маленьких вещей, например, что мне сейчас на данный момент нравится, а что не нравится. Вот нравится ли мне, например, там, бейли-дэнс. Если нравится, значит, я включаю и танцую, там, кручу как-то животом, бёдрами, там, что-то очень хорошо поднимает энергию. Если не нравится, значит, я ищу дальше, там, нравится ли мне там, вот, писать маслом, очень хорошо тоже помогает, что ли, услышать свои какие-то и телесные реакции, и чувства свои. Нравится ли мне, ну, вот, да, нет, да, нет, когда вот в каких-то мелких таких обычных повседневных вещах начинаешь лучше слышать своё да и нет, да, всему, то есть вот то, что мы на прошлом вебинаре обсуждали, свои границы, да, психологические, то тогда вот этот выход и понимание, чего же я хочу, там, в результате, там, получить, да, он как бы, его легче становится увидеть. То есть можно начинать с каких-то маленьких шажочков, да, к пониманию. А что я хочу сегодня вечером, там, для себя, там, театр, кино, прогулка, ну, вот какие-то вот такие вот обычные планирования, а оно, как бы, вот эти мелкие шажки могут дать потом такое большое понимание какой-то цели, вот. И вот закончу про релакс, что хотела просто порекомендовать, если у кого-то не получается вот как-то эту стадию-таки завершить, да, вот отдохнуть после какого-то напряжения, адаптации, да, то надо использовать в аромалампе или в аромаванне лаванду, если не нравится, то иланг-иланг, очень, иланг-иланг очень хорошо тоже адаптирующее, такое выравнивающее гормональный фон, женский гормональный фон эфирное масло, и еще, кстати, апельсин тоже очень так снимает страхи и, ну, такой дает оптимизм. И на этом оптимизме он как бы тоже как ресурс такой, и можно как бы смотреть уже в будущее хорошо. Благодарю, Евгения, да. Я хотела еще добавить, что я, да, присоединяюсь и к Денису, и к Евгении, что надо в первую очередь чувствовать свои желания, свои эмоции, что вы чувствуете, и соединяться со своим эмоциональным опытом через рисунок, через все, что было перечислено, через арт-терапию, через любое самовыражение. И кроме этого еще насчет усталости, что бывает состояние, когда уже отдохнуть не получается действительно. То есть если человек в затяжном кризисе, если это действительно, возможно, сопряжено с травмой, с эмоциональной или не эмоциональной травмой, то человек может уже зайти через вот эту грань, когда просто отдохнуть уже не получается. И тогда уже стоит задуматься о том, что это все-таки уже стрессовое расстройство, и пора уже обращаться за помощью к специалистам, потому что, скорее всего, это признак уже истощения нервной системы, и пожелания отдохнуть могут уже просто не работать в какой-то момент. Присоединяемся, что год переживать потерю, это считается более или менее нормально. Если такие переживания затягиваются на 2 года, на 3 года, это уже прямо такой звоночек, что действительно у нас собственных ресурсов может не хватать, опереться не на что, и можно попробовать найти либо какую-то деятельность, либо какого-то человека, либо психотерапевта, психолога, для того, чтобы найти такую внешнюю опору в поиске решения. То есть искать решение все равно придется самой, но опираясь на кого-то, всегда это проще сделать. Благодарю, Денис. У нас новый вопрос от Ольги. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации, как преодолеть возрастной кризис, экзистенциальный кризис? Я прошу прощения, это сколько лет? 37-39. 37-39. 37-39. Ну, вполне. Можно сказать, что возможно, это и возрастной кризис. Да, да, может быть, конечно, да. Возраст, да, подходит. В любом случае тут… Да, кризис среднего возраста. Первое, что я всегда говорю всем своим клиентам, это то, что не думайте, что вы одиноки в этой своей проблеме, что это нормально. Не стоит уходить глубоко в тревогу, не стоит слишком сильно погружаться в то, что это какая-то исключительная проблема, что вы что-то потеряли, и вы сейчас наедине с собой. Возрастной кризис, он отвечает вообще на вопрос, что же я… Ну, то есть, как я вижу этот кризис, отвечает на вопрос, что же я готов сейчас… Я достиг какого-то определённого уровня социального, я достиг определённого уровня своего возраста, достиг определённого уровня какого-то положения в социуме, и у меня уже есть семья, скорее всего. И куда дальше? То есть вопрос такой, куда дальше переходить? Я спрашиваю у спикеров, согласны они или нет? Ну, наверное, я согласна… Ну, то есть, не наверное, я согласна. Я хотела добавить просто, что мне кажется, это связано с тем, что есть как бы такое понимание смысла жизни, да, ну, там вот посадить дерево, родить сына и построить дом, да, и вот когда, как бы человек с детства это выучил, да, понимание, что вот в этом смысл жизни моей, то когда он это всё сделает, то у него теряется, то есть вот он сидит такой, у него дерево, дом и сын, да, а у него почему-то, ну, всё же хорошо, а он сидит, и у него нет смысла, у него ощущение, что наступила полная такая бессмысленность, и плюс к тому, поскольку всё хорошо, есть дом, дерево и сын, видимо, ещё и есть хорошая, как бы, мама этого сына, хорошая женщина рядом, да, то есть добавляется ещё такое чувство вины, что, ёлы, у меня же всё хорошо, почему мне так плохо? И вот это состояние, оно, конечно, малоприятное, вот, но я даже не знаю, честно говоря, вот, собственно, ну, в чём вопрос, как преодолеть, да, как преодолеть? Как раз она знает, что это возрастной, и, да, как преодолеть? Ну, распознать это, ну, вот, например, вот если то, что я описала сейчас происходит, что вроде бы как всё хорошо, и поставленные цели там, и смыслы какие-то, они случились в жизни, да, и вдруг там стало понятно, что вдруг мне почему-то на фоне вот этого внешнего хорошо, внутри как-то не очень хорошо, да, то это вот переоценка такая, да, кризис смысла жизни называют его, вот, и это такое время, конечно, внутренних поисков, и оно, ну, тут просто нужно, вот так легко, конечно, сказать, нужно не бояться, пойти внутрь и совершить вот этот какой-то некий путь поиска новых смыслов, может быть, они будут какие-то в другой области, может, они будут про духовное, про что-то, ну, про что-то другое, вот, не про дерево, да, а, не знаю, про то, во что я верю вообще в этой жизни, и про то, какая моя миссия, не про ту работу, которую мама с папой сказали, что хорошо быть инженером, я пошла, выучилась на инженера, и вдруг я в 35 лет поняла, это вот реальная совершенно история, да, вдруг я в 35 или в 37, сейчас скажу, ну, да, где 37, кстати, да, этой девушки, я поняла, что я всегда же хотела стать ветеринаром, тогда я завела собаку, рыбок, завела, там, еще пошла на курсы аквариума, но прежде чем все это сделать, я долго мучилась и не могла понять, что мне делать, у меня прекрасный муж, у меня прекрасный сын, у меня там дом, и все классно, почему мне плохо, вот почему, а потому что потом она поняла, что хотела другой деятельностью заниматься, очень сложно менять, допустим, профессию уже во взрослом возрасте, вот, но хорошая новость в том, что возможно, я, например, психологом стала и закончила психологический второй вуз в 39, в 39, да, в 39 я училась, в 40 я диплом написала, ну, то есть довольно поздно, в общем-то, сменила образование, хотя первое было тоже не очень далеко, там было педагогическое, вот, но тем не менее, психологическое, оно какое-то другое, вот, возможно, возможно, но надо дать себе, конечно, время, вот, и дать себе, ну, найти в себе смелость побыть с этим, да, побыть с этим ощущением, с этой растерянностью, потому что из этой растерянности, если не выбивать себя, как бы, да, не гнать спинками куда-то, давай-давай, как там, расти, давай, что ж ты остановился в личностном росте, самому себе не говорите это, да, а просто сесть и так вот признать, что да, сейчас я растерялась, я не знаю, почему вот у меня такие чувства, а какие они, они такие, и просто дать себе время в этом побыть, и обязательно это даст какие-то свои плоды. Благодарю, Евгения. Я бы ещё хотела сказать, что за возрастным кризисом очень часто скрывается кризис идентичности, я бы даже так сказала, что к 39, там к 35, у нас ещё сейчас этот кризис сдвинулся немного из социальных изменений, раньше был кризис 30 лет, сейчас он уже чуть попозже возникает, так как люди очень поздно, ну, долго получают образование, поздно заводят семью, поздно как-то происходит вот это становление, и часто под возрастным кризисом ещё возникает такая вещь, как кризис идентичности, то есть человек в какой-то момент сливается со своей работой, сливается со своей семьёй, сливается со своей, там, какой-то другой деятельностью, в основном это происходит с работой, очень часто. И когда он вот понимает, что работа — это не вечная вещь, что в какой-то момент, возможно, он либо там её теряет, либо происходят что-то, какие-то изменения, либо он чего-то достигает и понимает, что как бы дальше, вот уже что дальше, и возникает вопрос, а кто же я? То есть если в какой-то момент я была там успешным каким-то человеком на работе, если я — это там часть моей семьи, вот кто я сам по себе? То есть вне социума, вне каких-то внешних оценок, вне работы, вне вот внешних вещей, кто же я на самом деле, что же есть моя суть. И вот люди, которые знают точно, не сливаются со своими внешними какими-то процессами, они как-то легче переживают этот возрастной кризис. То есть если они не ассоциируют себя с работой, если они не ассоциируют себя с какими-то социальными вещами, то и возрастной кризис, он проходит как-то медленно и плавно. То есть в какой-то момент они находят свой новый жизненный смысл, переходят на новый этап развития и идут дальше. А если у человека нет чёткого ощущения, кто же я, то есть я могу это сказать из практики, что если у человека нет ощущения, кто же я на самом деле, кто я такой, то тут и очень сложно выйти из этого возрастного кризиса, из экосистенциального кризиса, очень сложно и начинается ощущение, что раньше было лучше, что вот как бы туда, вот в прошлое вернуться, как бы там остаться и вот как бы не двигаться дальше. Денис? Да, ну, подкину немножечко дров в топку. Никаких возрастных кризисов на самом деле не бывает. Это ещё придумали психологи для того, чтобы объединить ряд неких таких специфических явлений в какой-то комплекс событий. Эти события могут происходить и в 30, и в 33, и в 37, и в 39, но так как чаще всего у многих людей они происходят там в каком-то определённом возрасте, ну, было принято решение такое, да, там, объединить эти явления под таким общим названием возрастной кризис. Это, знаете, как зубы мудрости. Вот у меня зубов мудрости нету, например. Вот, и мне ужасно видно, как это так у меня нет. А вот у моей мамы они есть, и она всё время так с ними мучается, они болят, их лечить тяжело, вроде как удалять надо. Вот, в общем, на самом деле непонятно, это хорошо, когда есть возрастные кризисы, или плохо. По моей точки зрения, это хорошо, потому что это свидетельство того, что вы не стоите на месте, двигаетесь, растёте вперёд. И первое, как можно распознать такой возрастной кризис, это значит, что вам хочется оставить всё старое в прошлом, и хочется уже чего-то нового. Вот Ольга, да, по-моему, вопрос задала. Ольга, вот если вот вы себя вчерашнее не очень, а завтрашнее ого-го, вот это вот оно. Вот когда вот как-то вот хочется чего-то вот, а сегодня не то, не сё. Я вот вроде как бы уже не вчерашнее, вот, но ещё не завтрашнее. Вот это вот прямо кризис. Вот вы прямо в нём. Ну и, соответственно, из этого следует, вот из самого понимания вот этого явления, следует понимание, что можно сделать. В общем, всё равно чего. Вот в этом состоянии вообще всё равно, что делать. Ключевое слово – делать. Я вот проходил два таких тяжёлых периода у меня были. Первый был, я вот в один год развёлся с женой, потерял работу, вот. Ну и там ещё всякие разные финансовые неприятности у меня были. В один год это всё со мной случилось. Я это прямо переживал как такой жизненный кризис. И тогда мне один из моих таких приятелей, друзей, хороший психолог Серёжа Трофимов, он меня притащил в живопись. Я вот тогда начал картины писать. Не работал нигде год, ничем не занимался, жил впроглость. Ну, правда, потому что работы было мало, денег мало. Делать ничего не хотелось. Я картины рисовал. Ну, прямо, знаете, такой сумасшедший художник. Причём рисовать не умею от слова совсем. Ну, то есть, ну, вообще. У меня в школе по рисованию всегда было два. Вот. Не помогло. Вот. Сделал две твои персональные выставки. И как-то, ничего. Вот. Вот. Не важно что. А следующий кризис у меня там лет через 10 случился. Я пошёл танцевать. Вот. Вот. Кризис – это такая штука, когда важно начать что-то делать. Живописью я не занимаюсь с тех пор никогда, но картины ещё какие-то висят мои. Ну, и танцую тоже редко. Вот. Заниматься живописью не для того, чтобы стать живописцем, а просто для того, чтобы прожить этот этап через деятельность, через какое-то событие. Ну, и с танцами та же самая история. Вот. И, кстати, на танцах очень иногда интересные встречи, знакомства случаются. Вот. Что для таких кризисов важно, потому что важно, чтобы были рядом люди, на которых, вот я согласен со своими коллегами, очень важно, чтобы, ну, точки опоры, чтобы у нас были. Там хорошо друзья, там деятельность какая-то, да, там нету возможности идти к психотерапевту, он тоже на некоторое время сыграет роль друга, такого профессионального, высококачественного. Вот. Ну, вот и я вот так бы сказал. Благодарю, Денис. Так. Так. А также чувство вины, как снизить это явление? Ну, я думаю, про чувство вины мы все-таки поговорим в отдельной нашей трансляции, потому что что-то уже у Андрея этот вопрос уже не в первом из наших вебинаров, но мы сейчас все-таки не будем, я думаю, концентрироваться на чувстве вины, мы продолжим про кризисы. Или кто-то хочет что-нибудь озвучить? Ну, про вину, на мой взгляд, достаточно все просто. Если это перед человеком, надо понять, что вы делаете не так, признаться в этом. Если действительно чувство вины мучает, подойти к этому человеку, сказать, да, вот я действительно это делал не так. Спросить его, чем вы можете компенсировать, если у вас есть ощущение, что вы понесли какой-то, нанесли ущерб. Спросить, чем можно компенсировать этот ущерб. Ну, такой аналогический уровень все перевести. Чувство вины, оно от головы. Оно наученное, оно неврожденное. Вот у нас есть чувство врожденное, такие там визгливость, страх, радость. А чувство вины, оно наученное, оно от головы. Ну, и решается от головы. Вот. Если компенсировать никаким образом нельзя, Ну, просто попросить прощения, признаться, искренне признаться в том, что вы виноваты. Если, к сожалению, это невозможно сделать, потому что иногда чувство вины бывает перед человеком, которого уже нет, или вообще перед Богом, например. Вот с Богом сложнее всего, на самом деле. Не спросишь, как компенсировать. Ну, через ритуалы, через всевозможные можно все равно даже с теми людьми, которых нет рядом, через какие-то ритуалы, как-то компенсировать, если вы считаете, что там прям вы какой-то ущерб нанесли. Благодарю Денис, да, и я всегда говорю о том, что отсоединяйте чувство вины от собственной личности. То есть не считайте, что вы плохой, да, что вот если вы говорите себе, что я плохой, все, тут дальше работать нельзя, потому что если ты плохой, значит, ты, ну, что дальше-то, да, ты плохой. Это же чувство, что да, да. Да, тут уже нельзя никак работать. Если вы чувствуете вину за что-то конкретное, значит, вы сделали что-то не так. То есть это действие, это поступок, это не то, что вы плохой, это вы сделали что-то не так. Отделять личность от своего поступка, отделять личность от того, что вы сделали. Иначе это будет уже, да, постоянное чувство стыда и саморазрушение. И это уже точно психотерапия. Тут вам от нас не отвертеться. Благодарю, Денис. Так, дальше. Ведь я хочу что-то делать-делать. По словам Дениса, кризис у меня. Ведь я что-то делать-делать хочу делать. Лана Романова. Лана Романова, вряд ли это говорилось про вас, так как кризис — это всё-таки эмоциональное переживание, достаточно яркое и ощущаемое. Если вы всё-таки говорите, что вы получаете удовольствие от жизни, заняты на многих поприщах, и вам это доставляет огромное удовольствие, вряд ли у вас действительно есть кризис сейчас. То, что вы хотите своего молодого человека как-то подтолкнуть к развитию, к сожалению, и вот я могу, да, тоже сказать о своём опыте и там о опыте моих клиентов, что любые вот эти толчки к развитию воспринимаются достаточно негативно. И воспринимаются они как такое насилие, особенно от близкого человека. Я бы ещё два слова про кризис добавил, если позволите. Вот, смотрите, я достаточно долгое время, уже лет десять, специально стараюсь делать так, чтобы я всё время находился в кризисе. Вот, и когда у меня кризиса нету, я себе его специально создаю. Вот, поэтому, может быть, да, может быть, Лана, несмотря на то, что у неё всё так замечательно, может быть, она находится в кризисе, но в таком, в позитивном. Она просто отметает всё старое и постоянно стремится к новому. Кризис — это не всегда стресс, вот, а стресс — это не всегда плохо. Да, стрессы, ну, жизнь без стрессов — это жизнь вот на нуле, то есть ровной жизни не может быть, для того, чтобы развиваться, нам необходим какой-то уровень напряжения всегда, чтобы оставался. Так, если ещё какие-то вопросы, у нас уже поджимает время немного. На всё ли мы ответили? Хотели бы вы что-либо уточнить, чтобы мы ещё что-то сказали вам? Просьба к ведущим вебинара затронуть, как уменьшить прокрастинацию. Мне кажется, что некоторые участники нашего вебинара понимают, что вот она, возможность поговорить с психологом. Надо и о кризисе, и о вине, и о прокрастинации. В общем, легко. На самом деле, прокрастинация — это такая поблагодарная тема, про неё надо прям отдельный вебинар делать. Потому что там, это вот три минуты, это как бы ничего не сказать. Как с ней справиться? Ну, я бы сказала, что первое — это постараться хотя бы понять, ну, с чем связано. Да, прокрастинация разная бывает. Бывает, вы правда достаточно истощены, и сейчас, в принципе, физиологически, физически не можете как-то активно там в чём-то участвовать, или как-то что-то делать, или вы просто не хотите этого делать, хотите отдохнуть. И это вполне нормально, возможно, вам стоит остановиться и позволить себе это делать. Тут важно как бы задуматься, что лежит под прокрастинацией. Просто прокрастинация — это такое обширное понятие, и там может скрываться всё, что угодно, вплоть до того, что вы просто… вам неинтересно делать, да, что от вас сейчас нужно, и вы таким образом просто уходите от этого. Или это вас как-то травмирует? Так, ну что ж, давайте тогда заключительные слова говорить. У нас осталось пять минут. Возможно, кто-то хочет что-то добавить. Ну, если как бы заключительное такое слово, то я бы всё-таки настаивала на том, что в состоянии вот каком-то критическом таком, да, человеку очень важно помнить о каких-то своих потребностях и позаботиться для начала о том, чтобы обеспечивать себя нормальным физическим состоянием, в том плане, что там спать, есть, кушать, ну как бы не питаться там какой-то всякой фигнёй, потому что это всё обострит состояние критическое, да, для выхода, ну, нужно держать себя более-менее в хорошем физическом вот реальном состоянии, то есть себя прогуливать, как-то спортом позаботиться, чтобы был какой-то спорт, чтобы какая-то была, не знаю, там, творческая деятельность, да, вот. Но творчество очень хорошо выводит. Кстати, по поводу арома, не могу сегодня, у меня прям аромовебинар какой-то. Вот очень хорошо все масла, которые про ароматы цветов, то есть там роза, нироли, жасмин, и плюс ещё такие мужские, как сандал, ну ладно, допустим, ограничимся сейчас этими, да, они очень, если их всё время, ну, регулярно заряжать в аромаламку, то они очень хорошо способствуют такому творческому состоянию и выходу на какой-то творческий акт, вот что-то сотворить, там, слепить, нарисовать, что-то подвигаться, вот, сочинить какой-то текст, петь, вот что-то, и когда начинается такое творческое самовыражение, то кризис, он как бы течёт, то есть это выход из тупиков всегда, и я вот очень рекомендую пользоваться этими способами, да, единственное, что посмотрите мини-вебинары, где покупать, потому что не все фирмы, к сожалению, продают те эфирные масла, которые пригодны именно для ароматерапии. — Благодарю, Евгения, да, вебинары вы сможете найти у нас же на канале «Эгалюция», вебинаре Евгении. Я ещё хотела бы добавить, что, да, кроме того, что вот по-настоящему заботиться о себе, заботиться о себе в плане таком конструктивном, не то, что «А ну-ка, давай, я себя сейчас заставлю и пойду себя выгуливать», да, или там «А ну-ка, я сейчас себя заставлю и пойду в тренажёрный зал». Нет, ну, если вы находитесь действительно сейчас в острой фазе, то лучше вообще себя не заставлять ничего делать, а прислушиваться к своим желаниям внутренним, да. И ещё я бы посоветовала как-то вот именно сделать свою жизнь сейчас, вот если вы в острой фазе кризиса, в острых переживаниях, сделать более стереотипной, то есть сделать себе прямо расписание, распорядок дня, когда вы завтракаете, когда вы обедаете, когда вы ужинаете, когда вы что-либо делаете, чтобы не тратить хотя бы мозговые ресурсы на то, чтобы разбираться в своём дне, в своём планировании и ритуализируете что-то, чтобы не включаться в это сильно. А если вы уже на грани, как это понять, что вы уже на грани и вот стоит уже обращаться к специалистам и, возможно, даже уже к медикам? Это высокая чувствительность, когда даже минимальные раздражители переводят вас в состояние ярости, злости, когда у вас возникает нарушение сна, нарушение аппетита, нет никакого интереса какой-то социальной деятельности и, возможно, у вас ещё возникают какие-то соматические возникают расстройства, это головокружение, потливость, страх, какая-то усталость беспричинная, постоянная, то это уже такие симптомы, когда вот, симптомы, что вы не справляетесь, я могу сказать, что пора уже применять тяжёлую артиллерию. Да, у меня есть минутка, да, ещё? Да, да. Да, уважаемые участники, берите листочек, ручку и записывайте, прям вопрос, прям вот записывайте. Готовы? Каким образом я прямо сейчас могу проявить любовь по отношению к своему телу, к своему разуму, к своим эмоциям и к своей душе? Давайте ещё раз. Каким образом я прямо сейчас могу проявить любовь к своему телу, к своему разуму, к своим эмоциям и к своей душе? Отвечайте себе на этот вопрос почаще. Вот, и спасибо за внимание. И не только кризис. Спасибо, да. Всего доброго, до следующих эфиров. Спасибо всем, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok